Сура 68. Письменная трость. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Нун. Я, Аллах, клянусь письменной тростью, которой пишут ангелы и люди, и тем, что записывают, что ты, о пророк, по благодеянию Господа твоего, не являешься одержимым бесами, или слабоумным, или глупцом, и что поистине тебе приготовлена награда неиссякаемая за все те трудности, которые ты встречаешь на пути доведения истины до людей, и что ты, поистине, уже с рождения обладаешь великим нравом, самыми лучшими нравственными качествами, и вскоре ты, о пророк, увидишь, и они неверующие увидят. В ком из вас испытание? Кто одержимый? Поистине, Господь твой лучше всех знает тех, кто сбился с его пути, и он лучше знает всех, идущих верным путем. Не повинуйся же, о пророк, возводящим ложь. Будь стойким на этой истине, которая тебе дана, и нисколько не уступай ее многобожникам. Не хитрись ними, надеясь, что они последуют за тобой. Они, многобожники, хотели бы, чтобы ты, о пророк, был уступчив в вопросах веры и покорности Аллаху, и они были бы уступчивыми, немного склонились бы к истине. Но ты не повинуйся же всякому расточителю клятв, который много клянется, презренному, подлому, хулителю, тому, кто порицает человека при нем самом, и разносящему сплетни среди людей, чтобы испортить отношения между ними, скупящемуся на добро, жадному, приступающему к границе, при вражде с людьми, пользующегося запрещенным, погрязшему в грехах, грубому и к тому же самозванцу, который ложно приписывает себе другого человека за отца, который проявляет высокомерие и отворачивается от истины из-за того, что он обладает достоянием, богатством и сыновьями. Когда читаются ему, такому неверующему, наше знамение, аяты Корана, он говорит «Выдуманные легенды древних народов. Заклеймим мы его, такого неверующего, по хоботу. Сделаем ему отметку на нос, что все люди узнают, кто он. Поистине, мы подвергли их, жителей Мекки, испытанию голодом и засухой так, как когда-то подвергли испытанию владельцев сада, когда те поклялись, что непременно срежут плоды его ранним утром, и не сделали оговорки, не сказали, если Аллах пожелает это, и не определили долю бедных из этого урожая. И обошел его сад, обходящий огонь, который был ниспослан от твоего Господа, в то время, пока они спали. И наутро он, сад, был точно срезан, полностью сожжен. И позвали они один другого, когда настало утро. «Пойдем же на вашу землю, где сад, если вы собираетесь срезать плоды». И отправились они туда, переговариваясь между собой шепотом. «Пусть не входит туда, в сад сегодня к вам ни один бедняк». И пошли они утром в свой сад, с намерением и полагали, что они смогут сделать то, что решили. Когда же они увидели его, свой сад, который сгорел, но не смогли узнать его, и сказали. «Поистине, мы, конечно же, заблудились, ошиблюсь путем». А затем, когда они узнали его, то сказали. «О, нет, мы теперь лишены благ этого сада, из-за нашей жадности». И сказал самый справедливый из них. «Разве не говорил я вам, что надо было восславлять Аллаха, говоря, если Аллах пожелает?» После осознания своего поступка сказали они. «Приславен Господь наш. Поистине, мы притеснили самих себя, не восславляя Аллаха и имея плохое намерение». И стали они упрекать друг друга. Говорили они. «Горе нам. Поистине, мы были перешедшими границу дозволенного. Может быть, Господь наш даст нам взамен нечто другое, чем это, этот сад. Поистине, мы к Господу нашему обращаемся, прося прощения и желая себе блага». Вот таково оно наказание тех, кто идет против повеления Аллаха. И однозначно, наказание вечной жизни еще больше, сильнее, чем наказание в этом мире, если бы они только знали. Поистине, для остерегавшихся наказания Аллаха, исполняя его повеления и оставляя то, что он запретил, будут даны в награду вечной жизни у Господа их райские сады благодати, где вечное счастье и постоянные удовольствия. Разве мы сделаем покорных Аллаху такими, как бунтарей, неверующих? Что с вами, о неверующие? Как вы судите? Разве у вас есть книга, которая неспослана от Аллаха, которую вы изучаете и в которой написано, что покорный Аллаху равен непокорному? Поистине, в таком случае для вас в ней, в такой книге, однозначно содержится все то, что вы себе выберете. Такой книги нет, и поэтому они ничего не обретут из того, что пожелали бы себе. Или у вас, о неверующие, есть клятвы и договоры с нами, которые дойдут, будут действительно до дня воскрешения, что поистине для вас будет то, что вы сами решите, пожелаете? Спроси их, многобожников, о пророк, кто из них поручится за это, за то, что все это будет ему. Или у них, у многобожников, есть соучастники, божества, которые помогут им достичь того, чего они желают. Пусть же они приведут своих соучастников, если они правдивы в своем утверждении, что верующие и неверующие будут в вечной жизни, подобной по положению в этом мире. В тот день, в день суда, когда откроется голень, голень Аллаха, которая не подобна голени творений или вообще чему-либо. И они, творения, будут призваны совершить поклонниц, а они, неверующие и лицемеры, не будут в состоянии, не смогут совершить поклонниц. Пророк сказал, Господь наш обнажит свою голень и склонятся в земном поклоне перед ним все верующие мужчины и женщины, а каждый из тех, кто в мире этом совершал земные поклоны на показ или ради доброй славы, останется, и каждый из них захочет склониться, но его хребет превратится в сплошную единую кость, и он не сможет сделать этого. Со слов Абу Саида Аль-Худри Бухари Муслим. С поникшими от страха взорами. Постигло их сильное унижение от наказания Аллаха, а ведь раньше в земной жизни звали их совершить поклонниц, в то время, когда они были в благополучии. Будучи способными совершать поклоны ради Аллаха, они не совершали их из-за своего высокомерия. Оставь же меня, о пророк, с теми, кто считает ложью это повествование. Коран. Мы постепенно завлечем их в наказание, дав им много богатства и детей, так что они даже не узнают, не осознают, что они этим погружаются под наказание Аллаха. И даю я им отсрочку, долгую жизнь, ведь поистине хитрость моя сильна. Или же ты, о пророк, просишь у них, у многобожников, вознаграждения, платы за то, что доводишь до них истину, что они отекчили с долгами? Или разве у них есть знание сокровенного? И они записывают из этого сокровенного то, что дает им считать себя лучшими перед Аллахом, нежели уверовавшие в Него. Терпи же, о пророк, до решения твоего Господа относительно тех, кто не принимает истинную веру и причиняет тебе обиду. И не будь подобен спутнику Кита, пророку Юнусу, который разгневался на свой народ и, не проявив должного терпения, покинул их. Вот он воззвал с мольбой к своему Господу, прося ускорить наказание своему народу, сдерживая свой гнев. Если бы его, пророка Юнуса, не постигла благодеяния от его Господа, если бы Аллах не направил его к покаянию и не принял бы его, то был бы он выброшен из чрева Кита в пустую местность, где погиб бы, и был бы порицаем. И избрал его, пророка Юнуса, Господь его, для доведения до людей истины от него, и сделал его из числа праведных, у которых правильные намерения, речи и деяния. И поистине, те, которые стали неверующими, чуть ли не опрокидывают тебя, о пророк, своими грозными взорами, когда слышат напоминание, Коран, и говорят они о тебе. Поистине, он ведь одержимый бесами. Но это Коран. Ничто иное, как напоминание, наставление и руководство для миров, джинов и людей.